Перед нашей общей молитвой мы будем вместе с вами читать некоторые тексты Священного Писания. Сегодня немножко поразмышляем и потом будем вместе с вами молиться и благодарить нашего Господа. Первый текст, который, я думаю, будет правильным сегодня прочитать, это текст, в котором говорится о сегодняшнем событии. Мы не будем на этом тексте много останавливаться, но, читая этот текст, хотелось бы просто обновить события, которые происходили во времена жизни Иисуса Христа и тех людей, которые были рядом с Ним. И, читая этот текст, я хотел бы обратить наше внимание на один очень важный момент, на одну очень важную истину, которая сегодня важна для каждого из нас, для того, чтобы, обновив эту истину в наших сердцах, мы могли еще больше укрепиться в том, каков есть наш Господь. Итак, Евангелие от Луки, мы будем читать текст, 2 глава, с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел Он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним закон и обряд, Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром. Ибо видели очи Мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Итак, дорогие братья и сестры, читая этот текст, мы вместе с вами можем для себя обозначить два очень важных момента, на мой взгляд, которые касаются нашей духовной христианской жизни и наших отношений с Господом. Первый момент касается самого Бога. Я его для себя обозначил следующим образом. В этом тексте Господь представлен как Бог, который верен своему слову, которое Он исполняет в точности, вне зависимости от того, какие происходят обстоятельства на земле. Когда мы говорим о Божьей верности, Его Слову, то мы для себя должны отметить один очень важный практический момент. Всякий раз, когда мы говорим о том, что Бог верен своему слову, это должно в наших сердцах нам все больше и больше вселять доверие нашему Господу, который в нашей жизни также совершает свой труд сегодня, вне зависимости от тех обстоятельств, которые мы можем переживать и которые переживает этот мир. Когда мы говорим о том, что Бог верен своему слову, то прежде всего в контексте всего Священного Писания речь идет об усуществлении того, что Бог определил еще от вечности. Мы знаем, что Бог по Своей великой милости не оставил человека погибать в его грехах, но Бог определил еще прежде создание мира Иисуса Христа, для того, чтобы Он, придя в этот мир, совершил то, что не может совершить человек для своего спасения. Второй момент, который очень важен, на мой взгляд, он касается отклика человека на его соприкосновение с самим Богом или же с Божьей истиной. Читая этот текст, мы видим, что как Симеон, так и Анна, которые служили Господу, которые были в числе ожидающих Господа, ожидающих того, что Бог обещал, что Он исполнит, соприкоснувшись с Божьей истиной, они преклоняются перед Господом. Мы видим, что любой человек, который соприкасается с Божьей благодатью, которая явлена в Сыне Божьем, в своем сердце испытает внутреннее стремление и желание преклоняться перед Господом. Мы видим, что Симеон воздает славу Богу за то, что Господь совершает. Мы видим, что Анна также прославляет Господа и говорит о Господе всем тем, кто ожидает избавления от Господа. Это люди, которые жили в то время и ожидали Господа, зная, что то, что Бог сказал, то, что Бог пообещал, Он исполнит в точности. Сегодня хотелось бы обратиться к нам, как к детям Божьим. Хотелось бы сегодня напомнить нам о том, что мы, как дети Божьи, что мы, как те, кто уверовал в Иисуса Христа, находимся в категории людей, о которых сказано, что они ожидают пришествия Господня. В послании к евреям мы читаем в 9 главе такие слова. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Итак, мы живем в тот период, когда, веруя во имя Иисуса Христа, на основании Его пролитой крови, каждый верующий получает очищение своих грехов. Человек, который соприкоснулся с Божьей благодатью, человек, который получил от Господа прощение грехов, на основании Его искупительной жертвы, это человек, который оказался в категории, о которых Господь говорит, как о людях, которые ожидают Его славного пришествия. Обратите внимание на то, что Христос придет в этот мир не для того, чтобы очищать грехи. Он придет в этот мир для того, чтобы взять тех, кто обрел спасение через веру в Иисуса Христа. Он придет в мир для того, чтобы взять ожидающих Его, то есть людей, которые обрели очищение грехов через веру в Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы мы сегодня в контексте праздника, который отмечает христианский мир, для себя еще раз напомнили о том, в какой категории людей мы сегодня, как верующие в Иисуса Христа, находимся. Может быть, мы мало об этом думаем, может быть, мы не всегда это в себе обновляем, но хотел бы сегодня ободрить нас вот этим текстом из Священного Писания, который говорит о двух категориях людей. Первая категория людей – это люди, которые живут своей жизнью здесь на земле и не задумываются о пришествии нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа в этот мир во второй раз для того, чтобы забрать спасенных. Это люди, которые живут в этом мире и достигают своего, ищут своего. Они безразличны к Господу, они легкомысленно себя ведут и легкомысленно поступают по отношению к Господу. Это люди, в сердцах которых, к сожалению, пока еще нет отклика на Божий призыв. Это люди, в сердцах которых еще нет глубокого преклонения перед Господом, который так же, как и нас, и их возлюбил, и свою любовь доказал в том, что отдал Сына Своего на смерть, дабы мы, веруя в Него, не погибли, но имели вечную жизнь. Вторая категория – это категория, о которой говорит Господь через Своего служителя, категория верующих людей, которых Он называет ожидающими. Очень часто мне приходится слышать, что нам, верующим людям, нужно себя настроить как-то особым образом на то, чтобы быть готовым ко встрече с Господом. Звучит как бы все правильно, но не совсем, потому что Бог вопрос не ставит в этом контексте. Бог не ставит вопрос так, что тебе нужно каким-то образом в этой земной жизни настроить себя на то, что Христос придет второй раз и приготовит себя ко встрече. Бог вопрос ставит более радикально. И этот вопрос звучит сегодня следующим образом. «Готов ли ты сейчас, то есть в сие мгновение, ко встрече с Господом?» И читая этот текст, для каждого из нас мы можем найти ободрение. Почему? Потому что ожидающие – это те люди, которые продолжают, уверовав во имя Христа, жить верою в Спасителя. А это значит, что сейчас, веруя во Христа, они в категории ожидающих людей пришествия Христа готовы ко встрече с Ним. Дорогие братья и сестры, человек, который верует во имя Иисуса Христа – это человек, который готов ко встрече с Ним. Это не тот человек, который каким-то особым образом пытается себя настроить на то, чтобы приготовиться ко встрече Христа, когда Он придет на эту землю. Поэтому в этом тексте написано, что Христос придет во второй раз для того, чтобы, обратите внимание, взять тех, которые ожидают Его ко спасению. Итак, очень простая мысль. Я хотел бы, чтобы вы ее для себя обозначили, и чтобы вот эта истина, вот эта мысль вас еще больше ободрила в вашем дерзновении следовать за Господом и уповать на Него. Если вы веруете во имя Иисуса Христа, то вы тот человек, который во Христе имеет сегодня дерзновение навстречу с Ним. Потому что только ради Христа святой и праведный Бог примет меня и вас в свои небесные обители. Только на основании искупительной жертвы Христа мы сможем войти в небесные обители, как спасенные дети Божьи. Только во имя Иисуса Христа у нас есть сегодня возможность с уверенностью смотреть в будущее и, ожидая Господа знать точно, что когда Он придет, то Он возьмет лично меня вместе с церковью в свои небесные обители. По той простой причине, что за меня и за вас была уплачена дорогая цена. Цена крови Иисуса Христа. Говоря на эту тему, апостол Павел в одном из посланий обращается к верующим и призывает верующих к тому, чтобы они друг друга утешали, друг друга ободряли вот этими словами Божьей благодати. О том, что Христос грядет для человека, который живет во Христе, истина о грядущем Господе является радостной вестью. Это не что-то, что приводит его в какой-то страх и трепет, тогда, когда он опускает руки и внутри себя начинает обнаруживать или же испытывать неуверенность от того, что в его сердце нет уверенности, а будет ли он с Господом в Царстве Небесном. Для человека, который во Христе, весь о грядущем Господе, который обязательно придет, является радостной вестью. Почему? Потому что апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, обращает внимание на очень важный момент, который хотел бы тоже для нас сегодня напомнить. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Мы не можем сами вознести себя в небеса, мы не можем сами восхитить себя к нашему Господу. Апостол Павел говорит, что тот Бог, который совершил ваше спасение через Искупительную жертву Христа, силою свою воскресил Господа, и этой уже силою вас, тех, которые веруют в то, что Христос умер и воскрес, силен привести и представить пред Собою теми людьми, которые благодаря Иисусу Христу имеют привилегию предстать пред Господом и устоять перед Его святостью и праведностью, и войти в небесное царство только лишь на основании того, в кого мы верим, то есть на основании смерти и воскресения Иисуса Христа. Заканчивая этот отрывок, апостол Павел говорит, «Итак, утешайте друг друга сими словами». Очень простая мысль. Глядет Господь. И это радостная весть для любого верующего человека. Господь, который грядет, обязательно придет. И Он, обязательно исполнив свое обещание, возьмет детей своих в небесные обители. Утешение заключается в том, что на основании жертвы Иисуса Христа у каждого из верующих есть твердая надежда. У каждого из верующих может быть в сердце твердая уверенность уже сегодня, уже сейчас в том, что Он будет взят Господом в небесные обители, где Он будет вечно проставлять Господа. Размышляя на эту тему, апостол Петр во втором послании говорит верующим об одной опасности, которая касается всех нас. Давайте мы вместе с вами прочитаем об этой опасности. Второе послание Петра, третья глава, мы читаем такие слова. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». В чем суть этой опасности? Суть опасности заключается в том, что мы можем подвергаться сомнению в вопросе пришествия нашего Господа за своей церковью. Уже прошло с тех пор, когда апостол Петр сказал эти слова где-то примерно чуть больше двух тысяч лет. Две тысячи лет говорят о пришествии Господа. Две тысячи лет Господь еще не приходит. И многие могут сегодня сказать или же подумать. «Ну вот вы проповедуете о том, что это совершится. Ну вот вы говорите о том, что это обязательно будет. Но где же все это? Почему это не происходит? И у человека, верующего, верующего может закрасться тень сомнения в вопросе пришествия нашего Господа за церковью». И вот для того, чтобы развеять эти сомнения, для того, чтобы помочь верующим собраться, для того, чтобы дать возможность верующим сфокусироваться на Господе, апостол Петр, говоря о том, что действительно мы живем в мире и ожидаем Господа, в котором много происходит разных событий. Мы живем, ожидая Господа, и мы не знаем, когда Он точно придет. Мы живем в этом мире, и мы сталкиваемся с разными толкованиями, с разными мышлениями от пришествия нашего Господа. Так вот, для того, чтобы мы не усомнились, в этой же главе, в 9 стихе, апостол Петр говорит очень важные слова. Он говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования о Своем пришествии, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Дорогие братья и сестры, «Господь придет» — это большая радость для каждого из нас. То, что Господь еще не пришел, это тоже большая радость для нас, потому что Господь, который обязательно исполнит свое обещание, сегодня еще медлит с одной очень важной целью. И цель его медления заключается в том, чтобы дать людям возможность обратиться к Нему, покаяться, уверовать во имя Его и обрести вот эту вечную надежду в Иисусе Христе ко спасению, в Иисусе Христе, который грядет для того, чтобы взять нас к себе. Представьте, что сейчас Господь, которого мы ожидаем, придет. это мгновение, которое наступит, не даст миллионам или миллиардам людей, живущим на земле, возможности обратиться к Господу. Поэтому Господь не медлит исполнением обетования своего, но Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит нас, размышляя о сегодняшнем событии, о том ожидании Симеона, пророчицы Анны и многих других, которые жили во времена Иисуса Христа, и себя увидеть в числе ожидающих Господа, зная, что Бог верен своему обещанию. И то, что Он сказал, Он обязательно исполнит. Это первое. И второе. Истина о верности Господа дает нам возможность сегодня еще раз, еще раз в нашем сердце найти отклик или же отреагировать на Божью верность, преклонившись перед Ним и воздав Ему славу. Первое. За то, что Господь удостоил каждого из нас чести через веру Иисуса Христа быть в категории ожидающих грядущего. Второе. Благодарить Господа и поклоняться перед Господом за то, что Господь в Сыне Своем, Который умер за грехи наши и воскресли оправдания нашего, дал нам твердую уверенность в том, что если Он придет, то мы будем взяты Им и вознесены или восхищены в небесной обители, где Господь вечно восседает на троне. И все святые дети Божьи, которые там окажутся, будут вечно преклоняться пред Ним. И я, по милости Господа, буду среди этих святых детей Божьих. И третье. Будем благодарить Господа и славить Его за то, что Он не медлит исполнением обетования Своего, но Он продолжает долготерпеть. И у Него есть цель. И цель эта заключается в том, что Господь не желает, чтобы кто погиб, но желает, чтобы все пришли к покаянию или же к познанию истины. И сегодня, дорогие братья и сестры, для наших родственников, для наших детей, для наших друзей, для людей, которые живут в нашем городе, для людей, которые живут в целом во всем мире, Бог продолжает оставлять вот эту возможность обратиться к Нему и, покаявшись, веру и принять Божье спасение и обрести ту уверенность, которую имеем мы, как верующие в то, что Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аминь. Будем молиться. Господи Божий наш, мы очень благодарим Тебя за то, что в 2000 лет это событие, но оно снова становится ярким, манятным. Самое главное, Симеон шелк, вдохновение к нам. Помоги нам всегда дышать вдохновение, как и подходит нам в церковь нашу, Отец. Просим также за образ Анны, которая в 84 года имела твердую память, служила постом, манитка, Отец. Это также пример для нас. Я благодарна, что в этой точке встретились все и многие заветы. И с этой точки началась совсем другая эра. Я благодарю, что Иисус Иисус стал нашим и спасением. Ты в каждом. Я благодарю, что Он нашел нас в мире, не искавшим, не добрый, привлек нас в Сибирь. И я прошу, Отец, чтобы, когда мы просим в Редине, мы всегда помнили, что у нас много неспособных родственников, друзей, по которым болит душа. Я прошу тебя за эти две онкологии, которые у нас стоят близкими для меня и людям. Я, Отец, в этот день так много горестных событий известных, колбушая и умоляю тебя посмотреть, и умоляю тебя, посмотреть все сам. Благодарю, что хранишь родных семьях, благодарю, что так чудно длинно все строяешь, и отвечаешь на нужный момент. Слава! Аминь. Отец Небесный, мы благодарим тебя и славим тебя за то, что мы, как верующие во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, можем сегодня точно знать и этим утешать наши сердца и сердца друг друга, что мы, Господи, в числе ожидающих Тебя. А Ты, Господи, грядешь для того, чтобы взять Церковь Свою, взять ожидающих из числа Твоего народа ко спасению, которое, Господи, для нас открылось в Иисусе Христе и которое, Господи, еще в полной мере осуществится, когда мы водворимся вместе с Тобою в небесные обители. Господи, мы благодарим Тебя и славим Тебя за то, что при всем том, что Ты грядешь, и это радует нас, зная, что это действительно совершится, никто, ничто не может этому воспрепятствовать. Ты тот, Господь, который дал нам возможность в свое время услышать Слово Истины и соприкоснуться с этой благодатью спасительной. это произошло и в жизни Симеона, который увидел своими глазами то дивное спасение, которое, Господи, Ты осуществлял через Сына Своего. И он успокоился своим сердцем, увидев, Господи, Тобою совершаемое. Господи, в то же время мы при всем том, что можем знать и быть уверенными, что Ты грядешь, и Ты совершишь это в свое время, можем понимать и осознавать Твою величайшую милость в том, что Ты еще, Господи, действительно медлишь. Медлишь, потому что Ты, Господи, видишь, сколько людей каждый день уходят просто от этой земли и идут в ад. Но Ты, Господи, даешь эту возможность для множества людей, которые окружают нас, чтобы они могли, Господи, иметь эту возможность в Тебе также обрести эту вечную надежду. Поэтому благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, долго терпишь. Долго терпишь, Господи, действительно, этих людей, долго терпишь этот грешный мир, не желая, чтобы кто погиб. Благослови нас, Господи. Действительно, понимая, осознавая все это, продолжать с дерзновением уповать на Тебя, доверять Тебе и поклоняться Тебе, сколько Ты еще нам позволишь жить здесь, на земле. Благодарим Тебя за эту возможность совершать расслужение поклонения и в этом собрании святых воздавая Тебе славу, как тому, кто достоин славы, чести и поклонения. Аминь.